От состояния автодорог и их развитости напрямую зависит качество жизни населения и предпринимательства. Это понятно как дважды два. Ну а если позволить дорогам разрушаться, а это происходит в первую очередь из-за недостаточного финансирования и ряда других факторов, то население, конечно, почувствует это на себе очень скоро. Этот спецпроект о том, что происходило с дорожной отраслью за 30 лет независимости страны. 34 тысячи километров – такова общая протяженность дорог в Кыргызстане. Из них почти 19 тысяч километров – дороги общего пользования. А вот по данным надстаткома, автодорогами обеспечиваются 96,6% грузовых и 98% пассажирских перевозок страны. Надо ли говорить о том, что автотранспорт является важной составляющей частью для успешного социально-экономического развития любой страны? А еще, учитывая географическое и геополитическое расположение Кыргызстана, которое позволяет стать транзитным мостом между Азией и Европой, обязывает уделять особое внимание на дороги международного и местного значения. А из-за неразвитости железнодорожных путей, ограниченности авиасообщений, автомобильные трассы в Кыргызстане являются единственными артериями, соединяющие регионы страны. В течение 30 лет пребывания в независимом нашем государстве, Министерство транспорта и коммуникации Хрисской республики осуществляло различную деятельность по поддержанию дорожно-транспортной сети, по ее улучшению и реконструкции. В частности, как всем известно, по территории нашей республики проходят 4 транзитных коридора, которые входят в международную сеть коридоров. Все эти коридоры за все это время были реконструированы. И в настоящее время задачей Министерства является поддержать их удовлетворительное состояние, проезжаемость, содержание. С недавнего времени инициируется создание дорожного фонда. Целью создания дорожного фонда, если не останавливаться на детали, является именно самофинансирование ремонта существующей транспортной сети и постепенный отказ от получения внешних кредитов. Кроме того, в Министерстве транспортных дорог в целях оптимизации работ даже на транспортных предприятий осуществляется работа по дорожному реформированию, а именно постепенному переходу наших дорожных предприятий, которые являются дотационными предприятиями, постепенный переход на хозяйствующую систему управления. Кроме того, я хотел бы еще остановиться на том, что в Министерстве транспортных дорог в настоящее время осуществляется деятельность по созданию конкурентоспособной системы, как государственной системы управления дорогами, так и частных компаний, которые осуществляют свою деятельность в сфере строительства дорог. В этих целях в этом году при поддержке руководства страны, впервые в истории страны, на бюджетные средства республики, начат проект реконструкции второй Балчибарскон, реализацию которого осуществляют отечественные компании. Впрочем, дорожники не только строят и реконструируют, но и проводят ямочный ремонт. Бюджет департамента дорожного хозяйства был секвесирован на 70%, сокращен на 70%. Эта же ситуация повторяется в 2021 году. Но, несмотря на это, у нас были запланированы по титульному списку проведение ямочных ремонтов, также строительство мостов, берегокруппительные работы. На данный момент у нас ямочные ремонты завершены где-то процентов на 80-70-80. Мы первое внимание уделяли нам международные дороги. С весны уже начата работа международные дороги, потом республиканские и местные дороги. И в данный момент тоже продолжается проведение ямочного ремонта, а также подготовка к осенне-зимнему периоду. В данный момент на местах дорожным эксплуатационным учреждениям проводятся работы как ремонт техники, подготовка этих энергетических материалов. А вот что говорят сами граждане. В последнее время очень большое внимание уделяется строительству, ремонту автомобильных дорог. В частности, в настоящее время есть проект строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг озера Иссыколь. Воровать надо меньше и контролировать качество ремонтных или этих самых работ дорожных. На Иссыколь хорошая дорога. Южный берег делают. За годы независимости страны реализованы были крупные проекты международного значения. Общая протяженность 2654 километра. Ну а стоимость этих проектов составила более 2,5 миллиардов долларов. С 1996 года на средства международных доноров у нас реализуются проекты в дорожной сфере. На сегодняшний день инвестиции в данную отрасль составили 2,5 миллиарда долларов. Из них 300 миллионов долларов – это грантовые средства. Можно сказать, что первые результаты за эти годы независимости – это автодорога Бишкек-Наран-Торугар, Ош-Сараташ-Иркештан и Сараташ-Карамык. Эти коридоры на сегодняшний день завершены. А вот Бишкек-Наран-Торугар – там дорога завершена на средства Исламского банка развития, Азиатского банка развития и Китайского экспортного банка развития. Ну, кроме того, есть еще ряд коридоров, над которыми сегодня ведутся работы, в рамках которых эта дорога очень важная, стратегически для нашей страны Ош-Баткини-Свана. Там также основные строительные работы завершены, но остался один участок, который финансируется Японским банком развития. Сейчас ведутся работы над проектом и они тоже в ближайшее время уже приступают к строительным работам, после чего также коридор полностью будет завершен. Вот, и два также немаловажных коридора, стратегических – это коридор Ош-Бишкек-Ош и автодорога с северю. На автодороге Бишкек-Ош также были завершены ряд проектов, но оставались два участка – это Джалабад-Маданят и Бишкек-Карабалта. На сегодняшний день ведутся полномасштабные строительные работы. Из 67 километров завершены 34 километра. И до конца года подрядчик планирует уложить асфальт на 40 километрах. Основные доноры у нас – китайский экспортный и импортный банк Китая, который профинансировал автодорогу с северю, первые две фазы. Далее у нас идет основным доном – это Азиатский банк развития, который финансирует коридоры ЦАРС, Бишкек-Ош, Всемирный банк, Исламский банк развития, Евразийский банк развития, который также начал, сейчас он финансирует проект Маданят Джалабад. Также мы сейчас ведем работу с ним по финансированию проекта автодороги «Арал-Сусамэр». Также данный проект находится на подготовительном этапе. Арабская координационная группа, там несколько фондов есть. Японский банк развития – это Джайка. Но парадокс в том, что за все годы независимости страны ни одна кыргызская компания в этих проектах участия не принимала. Причин несколько, но главное – отсутствие поддержки, чтобы в стране появилась своя компания международного уровня. Так, местные компании уступили свой рынок иностранным. Потому-то из-за отсутствия государственной поддержки положение местных компаний стало тяжелым. Эксперты в дорожной отрасли называют абсурдом ситуацию, когда отечественным компаниям не разрешают строить дороги, финансируемые за счет бюджета. Автодорога Балакчи-Корумду протяженностью 104 километра – самый яркий пример. Тендерная комиссия предпочла отдать этот проект китайской компании. Она, в свою очередь, нанимает местную компанию в качестве субподрядчика. Стоимость реконструкции автодороги Балакчи-Корумду возросла до 8 миллиардов 785 миллионов сомов. Первоначальный же план был 6 миллиардов 803 миллиона сомов. Известно и то, что есть задолженность перед рабочими и поставщиками в размере 35 миллионов сомов. Реконструкцию автодороги затеяли еще в 2016-м, а завершить планировали в 2017-м, 2018-м, а затем и 2019-м году. К сожалению, она была начата без источников финансирования, но с каждым годом из средств госкохвложения она реконструируется. В настоящее время завершено 81 километр, два слоя асфальта там уложено уже. 23 километра мы сейчас изыскаем средства. На следующий год будем рассматривать выделение средств из капитальных вложений. Чтобы дорога не разрушалась, подрядчик своими силами уложил второй слой асфальта. Поэтому там образовалась криторская задолженность. В этом году было выделено 200 миллионов сомов. Это мы погасили. А вот работы у института Кыргыздор Транспроект, который на протяжении более полувека занимается проектированием автодорог и сооружений на них много. Работать сейчас стало легче. Появилось много новых программ, которые дают возможность проработать большее количество вариантов в самые короткие сроки. Новое оборудование и системы позволяют лучше визуализировать будущий проект. Институт в том числе разработал проект альтернативной дороги «Север-Юг» за исключением проектов тоннеля и эстакадного моста над рекой Нарын. Дорога, соединяющая север и юг республики, проходит в довольно сложных условиях. Оползни, осыпи, камнепады, высокая сейсмика, перепады температур. То есть все процессы, которые отрицательно влияют на строительство дорог. А еще сложный рельеф. Только на разработку проекта ушел целый год. Да и готовили его в сложных условиях, потому что место это труднодоступное. Проектировал институт и еще один из важнейших проектов – участок автодороги «Балкчи-Борском». В основном проектирует наш институт. Есть и другие частные компании, именно проектные группы, которые проектируют дороги. Например, «Бишкек-Каравалта» проектированы другими частными компаниями, ну, кыргызские компании, имеется в виду. Но в основном это наш институт. На сегодняшний день в институте работают 132 инженеров, проектировщиков. На сегодня они заняты основным альтернативой дороги север-юг, проектированием и осуществлением технического надзора. Данный проект, как вы сами знаете, на стадии завершения. В этом году подрядчики сдают уже участок дороги до Казармана. Это будет очень короткий путь для казарманцев и для овольного разъезда, который находится вдоль этой дороги. В условиях постоянно меняющегося мира Кыргыз Дор Транспроект продолжает также повышать квалификацию своих инженеров-проектировщиков, в том числе при поддержке зарубежных коллег. Проектными институтами Казахстана, России, Беларусь, например, все программы, которые мы используем, это программа Кредо, белорусская программа, но они каждый год обновляются. И, соответственно, белорусский институт проектирования сопровождает этот проект постоянно. То есть они обучают наших специалистов, приезжают их преподаватели, обучают дистанционно в связи с пандемией. Конечно, наше намерение повысит, постоянно повысит уровень квалификации наших инженеров. Мы не должны оставаться от мира, от прогресса. Успевать за прогрессом нужно всегда, поэтому и вопрос подготовки кадров и их квалификации стоит очень остро. История кафедры КГУ-100 автомобильные и железные дороги, мосты и тоннели насчитывает более полувека. Научная деятельность направлена на исследование и совершенствование транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог, в том числе в сложных условиях высокогорной местности. Ну а после учебы кафедра проводит активную работу и по трудоустройству выпускников. Мы готовим инженеров-строителей, то есть они могут проектировать дороги, строить и эксплуатировать в дальнейшем. Вот такие как бы три направления. Ежегодно выпускается около 50-60 человек. В дальнейшем ребята благополучно устраиваются на такие должности даже, как вот министр транспорта и дорог Кыргызской республики. В министерстве много ребят наших работает. В Кыргызской транспорте много ребят. В частных проектных фирмах, на строительстве. Вот сейчас в Балакчи и Курунду строится дорога. В данное время туда ребят взяли наших. То есть работодатели постоянно приходят и просят специалистов. На кафедре имеется все необходимое, то есть нормативные документы, снипы, госты, новые, постоянно обновляются. Потом программное обеспечение. Вот сейчас проектирование происходит, допустим, с помощью программ компьютера Кредо дороги. Мы используем эту программу, знаем ее и даем нашим студентам. То есть они на примере берут участок автомобильной дороги и делают полностью проект на него. Вот и до. Вот это курсовые и дипломный проект в конце, квалификационная работа. На практику, да, вот мы сейчас тесно сотрудничаем с Ассоциацией дорожников. Благодаря им определенное число студентов направляется на строительство дополнительной фирмы. До этого тоже мы определяли, но был круг не такой широкий. Сейчас буквально по всему Кыргызстану вот у нас сеть со всеми предприятиями имеется связь. Вот им большое спасибо. Есть стажировки за рубежом. Вот, допустим, в Китай ездили, смотри, дороги, мосты. Постоянно идет, то финны приезжали, то есть постоянно какие-то проводятся тренинги преподавателей. Также мы сами ездим на альтернативную дорогу, допустим, север-юг. Посмотрели ее, тоже, ну, тоже саморазвитие идет, постоянное. А в 2019-м была создана Ассоциация дорожно-строительных компаний. В нее сегодня входит 21 отечественная компания, имеющая лицензию 2-го и 3-го уровней, соответствующие материально-техническую базу и команду квалифицированных специалистов. Эти компании работают в дорожной отрасли уже давно. Ассоциация дорожно-строительных компаний Кыргызстана. Кыргыз Джол Курулуш, Иссыкуль Дор Строй, Джол Чу Талас, Чу Прокси, Смут, Тран Строй Дор Сервис, Аэродром Строй, Карабалта Джол Курулуш, Максат, Рюс Компани, Дили, Джол Чу Чуй, Абей, Мосдор Строй, Сармат, Билдинг Менеджер Групп, Кушчу, Техно Топ, Строй Поставка, Орек Строй, Дос-Инджеринг. Мне до сих пор иногда интересно, иногда стыдно, что у нас в Кыргызстане нет компетентных компаний, которые до международного уровня вырастили. И почему так было? Вы же знаете, везде до этого у Минтранса сейчас какой авторитет. Когда называли, что коррумпированное министерство, иногда хочется верить, иногда стыдно. Из-за этого, наверное, и заинтересованности не было. После создания ассоциации мы свою стратегию приняли. И в стратегии мы указали, что мы будем дальше, как мы будем дальше двигаться. На сегодняшний день мы за 30 лет первые в истории мы участвуем в международном проекте. Это Балк-Чабарскон, 25 километров. Это первая фаза. Мы вообще даже, вот именно отечественные компании, мы действительно рады, что нам предоставили такую возможность, чтобы осуществить этот проект. Мы действительно изо всех сил будем стараться. Мы, конечно, мы здесь чувствуем большую ответственность и в срок, и в качестве. Потому что наши коррестанские отечественные компании чувствуют большую ответственность. Остальные участки, я думаю, на следующий год мы уже себя в этом году покажем. И на следующий год уже начнем остальные 119 километров. Ассоциация сегодня стремится внести вклад в развитие дорожной отрасли и создание полноценного диалога между государством и бизнесом, а еще внедрить мировые стандарты и нормы. Ассоциация дорожников Кыргызстана существует довольно-таки недолго, но она уже приносит свои плоды. Почему решили дорожники объединиться в ассоциацию? Это был такой стратегический подход, потому что каждая компания одна по себе, ну, практически она ничего не представляет. В больших каких-то международных проектов мы не можем участвовать, потому что не хватает одной компании ресурсов и, так сказать, рабочего развития. Когда компании решили объединиться, решили создать ассоциацию дорожников. Для чего и чем это помогло нам? То есть, когда объединились мы, мы можем теперь участвовать, так скажем, в больших международных проектах, потому что появился объем техники, объем, так скажем, поставленных, выполняемых задач для того, чтобы участвовать в международных проектах. Если каждая компания, допустим, имеет по одному асфальтобетонному заводу, а в компании у нас, ну, порядка уже, наверное, больше 20 компаний, представьте, почему Кыргызстану 20 асфальтобетонных заводов, той же самой техники увеличилось, у любой компании, наверное, есть 20-30 единиц техники, единиц техники увеличилось до 300. То есть, и мы можем спокойно конкурировать с любой международной компанией, чтобы реализовывать по Кыргызстану проекты. На данный проект, на данный момент компания реализовывает проект «Балачи-Барскоун». Благодаря нашему президенту была поставлена задача выполнить первые 25 километров, показать мощь ассоциации нашей, что наши дорожники кыргызские достойны действительно, так сказать, выступать в международных проектах и всю показать, так сказать, всю перспективу кыргызских дорожников. Впервые в истории Кыргызстана дорогу международного значения будут реконструировать отечественные дорожники. Это была инициатива президента Садыра Джапарова. Первая фаза проекта – 25 километров. Общая же протяженность трассы – более 141 километра. Это будет широкая четырехполосная дорога с разделительной полосой. Для верхнего слоя будет использован щебеночно-мастичный асфальтобетон толщиной 6 сантиметров. Эта технология широко распространена во всех развитых странах и имеет максимальное преимущество в сроке эксплуатации. «Уже после 5 числа мы собираемся укладывать нижний слой асфальта. Нижний слой асфальта у нас крупнозернистый. В отличие от других дорог, которые строятся на Иссыкуле, эта дорога будет положена на верхний слой асфальта, будет щебеночно-мастичный асфальт. Это по немецкой технологии. Я думаю, он хоть чуть-чуть дороже, но прочностные характеристики у него намного выше, чем у мелкозернистого асфальта. Качество дороги повысится, и грузоподъемность с этой дороги, долговечность тоже увеличится». Спустя чуть более месяца здесь вовсю кипит работа. Генподрядчик проекта – Ассоциация дорожно-строительных компаний Кыргызстана. Такого доверия ни один президент ранее не оказывал. Потому эту возможность отечественные дорожники не упустят. Они признаются – их радости сейчас нет предела. «Мы, конечно, выражаем большую благодарность президенту Садыру Джапарову. Никто из предыдущих глав государств не принимал решений в пользу кыргызских дорожников. Всегда в качестве генподрядчика выступала иностранная компания. А сейчас, наконец, генподрядчик – отечественная компания. Дорога, как вы сами знаете и видели, была сильно изношена, практически полностью покрыта ямами и трещинами. Такое качество дороги вряд ли позитивно сказывалось на жизни местных жителей, да и туристов это тоже не привлекает. А вот если бы дорога была хорошего качества, то и туристы с большим рвением посещали бы Южный берег Иссыкуля. Этот проект полностью финансирует Кыргызалтын. На участке задействованы только отечественные дорожные компании. Очень надеюсь, что автодорога Балчебарскон станет стартовым проектом для нас и в будущем. Именно отечественные компании будут заниматься реализацией вот таких важных проектов. С тем, как проходит её реконструкция, ознакомился президент. Здесь планируют построить четырёхполосную дорогу с освещением в населённых пунктах. Будет и велодорожка с тротуарами. В этом году реконструируют участок длиной в 25 километров. Проект финансирует Кыргызалтын. Этот проект, как отметил глава государства, хорошая возможность проявить себя, чтобы в последующем браться и за другие не менее важные участки. А эта автотрасса внесёт значительный вклад в развитие экономики и туристической отрасли в регионе. Дорожники же отметили, что рады и горды быть причастными к этому значимому проекту. За всё время, что они здесь ведут работы, не было никаких проблем. Потому реконструкцию завершат в указанный срок. В Балакчи находится база нашей ассоциации, где базируется и вся наша спецтехника. Заготовка инертных материалов ведётся в ускоренном темпе. Здесь также есть дробильно-сортировочные комплексы. Для реализации проекта будут запущены сразу несколько асфальтобетонных заводов. Калет не ремонтировали ни разу, и пропускная способность у неё невысокая. Глава государства подчеркнул, развитие надёжной и современной транспортной инфраструктуры даст сильный импульс экономическому развитию региона, в том числе развитию туристической индустрии на южном побережье Исыкуля. Спецпроект к Дню независимости Кыргызстана подготовили Аяна Дюшикеева и Сентурабыкеев.